До 1923 года, как назывался турецкий город Стамбул? Византия! Какой позор! Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели! В эфире развлекательное, самое лучшее на этой планете юмористическое и интеллектуальное шоу, которое называется «Семейное ФЛ-шоу». Это развлекательное душевное мероприятие. Это то мероприятие, где клиенты «ФЛ-хаус» — те прекрасные люди, семьи, которые купили наш дом и живут в нем с превеликим удовольствием, и которые находятся здесь и сейчас для того, чтобы побороться в нашей передаче и получить наш главный приз. А наш главный приз — 15 тысяч рублей. Где же эти аплодисменты? Я не могу понять! Ничего себе! С ума сойти! Вас ожидают три рубрики. В каждой рубрике вы будете участвовать, и за это будете получать баллы. Кто соберет больше баллов, та команда, та семья и выиграет. Слева от меня сидит семья, команда под названием «ФЛ». Интересно, почему «ФЛ»? Модель дома у нас «ФЛ-хаус». «ФЛ-65». Всем привет! Это наш дом «ФЛ-хаус» 65. Живем здесь уже второе лето, пережили первую зиму, нам все очень нравится, тепло, уютно. Наша команда будет называться «ФЛ-65». Ольга будет представлять нашу команду на мероприятии, а я пошел. Обожаем это место. Давай девиз! 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 «ФЛ», а это значит, нас ждет успех, нас ждет удача! Против команды «ФЛ-65» будет команда «Куба». Мы семья Бегалиевых, меня зовут Руслан. У меня Полина. И мы живем в доме «Куба-53». Мы здесь живем на постоянной основе. Уже месяцев восемь. Мы очень рады, что выбрали компанию и участвуем в этих невероятных движухах. Ну и сейчас как конкурс «Викторина» или какое-то тоже веселительное мероприятие, а мы за любую движуху. Вы постоянно живете в «Кубе». И вы взяли с собой подругу Анастасию. Да. Аплодисменты! Получается, что у нас есть команда «Куба-53», мы так ее назовем, и команда «ФЛ-65». Дорогие зрители, дорогие телезрители и участники, наша первая рубрика называется «Школьный допрос». Каждая команда, каждая семья будет отвечать по очереди на школьные вопросы. Всего будет 10 вопросов, то есть по 5 вопросов вы будете отвечать по очереди. Как только я задаю школьный вопрос, например, первая будет «ФЛ-65», вы услышите вот такой звук, и минута началась. И в течение минуты вы можете предлагать варианты, советоваться друг с другом, но за минуту ответить на этот очень простой вопрос. Можно кидать много-много-много вариантов. Если вариант будет правильный, то да, у нас будет один балл для вас, потому что в первой рубрике команды получают по одному баллу за один правильный ответ. Если вы за минуту не угадываете, то тут же переход хода переходит к другой команде, и у вас 3 секунды, чтобы ответить. Отвечайте, забирайте балл. Не отвечайте, ну не отвечайте. Ну что, аплодисменты сделаем. Я инструкцию донес до вас хорошо, вы понимаете вообще, что мы тут будем делать? Великолепно. Кто будет отвечать первой? Давайте мы. Давайте они. Итак, «ФЛ-65» отвечает первая. Внимание, первый вопрос. Столица Австралии. У вас минута. Да, давайте шептаться будем. Шептитесь, шептитесь. У нас передача здесь. Они не понимают, что их снимают с крытой камеры. Самое веселое шоу, это да, это наше «ФЛ-шоу». Спасибо нашим участникам. Команде «ФЛ-65». Погромче, погромче. У вас еще варианты есть? Вы можете выкикивать, выкидывать правильные ответы. И не обязательно шептаться. Можно говорить громко. Нужно. Ну, у меня один вариант. Надо было приглашать Стаса Борецкого все-таки. Вот это вопрос. Итак, внимание, столица Австралии. Ну, покидайте варианты. Австралия. Ну, что такое? Австралия, а кто там? Австралия. Австралия. Столица Австралия. Австралия. Австралия А. Да? Есть Бразилия, а есть столица Бразилия А. То есть здесь Австралия А. Да? Нет. Нет. Думайте, у вас осталось несколько секунд. Время закончилось. И? Комбера. Один балл мы отдаем Кубе 53. Вот это да. Все серьезно, ребята. У вас есть один балл, и сейчас вы отвечаете на следующий вопрос. Вопрос number two звучит так. Столица Канады. Нет, 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 нет. Я не знаю. Оттава. А, да. Оттава. Ну, оттава. Итак. Оттава. Оттава? И это правильный ответ. Два балла. Два балла у команды Куба 53, и мы продолжаем нашу самую веселую и активную передачу. Сложный вопрос. Вот это вопросики. Какой монах написал повесть временных лет? Сдавала историю на ЕГЭ. Ты должна знать, Антонина, на тебя вся надежда. Что за монах? Монах можно. Кто? Нестер. Нестер. Какой монах? Нестер. Погромче, погромче. Нестер. Пока минута не за... Нестер? Да. Нестер или Нестер нам все равно, но это очень правильный ответ. Браво! 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 Перебрал. У команды FL 65 один балл. У команды Куба Болтуны. Наши дамки Шептуны. Два балла. Два балла у вас. Внимание, вопрос. Как звали княгиню, которая первая на Руси приняла христианство? Ольга. Да, может... Ольга. Вас плохо слышно? Ольга! Ну, наконец-то! Наконец-то! Три! Три-один. Три-один. Ничего. Три-один. 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 Кошмарный вопрос. Кошмарный вопрос. Так, 18 лет на у нас Антонине, наша участница. Ты что? Не читала школьную программу. Не помню это, да? Не бывает. Я тоже, кстати, это не читала. Нет, я читала, но я не помню. Фамилия у хозяина дома. Я бы подсказал с удовольствием. Хозяин дома рядом. Какой? Нет, это дубль. Я не знаю. Хозяин дома, а не автор надо. Я знаю. А вы автор знаете? Автор мы знаем. А кто автор? Мы не знаем, да? Грибоедов. Грибоедов? Я бы дал полбала, но не могу. Давайте какой-нибудь. Назовите какую-нибудь фамилию. Давайте, называйте просто миллион фамилий, которые знаете. Алексеев. Алексеев, нет. Какое мнение? Петров. Петров, нет. Еще фамилия. Горе от ума. Чечевицев. Да мне вообще даже в голову ничего не везет. Фан Визинг. Фан Визинг где-то рядом. Как-то на Кин оканчивается. Это была подсказка. На Кин. Кин? Кин. Какой-то не знаю. Итак, три секунды. Две секунды. Одна. Сложный вопрос. Это был Фамусов. 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 Степан Семенович Аркадьевич. Валерьевич Фамусов. Фамусов. Какие сложные вопросы. Три. Один. Да, да, да. Вопрос для вас, друзья. Андрей Болконский. Герой какого романа? Война и мир. Что? Война и мир. Ну почему такие вопросы? Это правильно. Это правильно. Правильно. Да? Да. Вы хотите сказать, что вы знали ответ. Война и мир. Да, конечно. Хорошо. Это было и про Ольгу мы с вами. А вот не надо было первым начинать. Понимаете? 4-1 в пользу Кубы 53. Так, вопрос для FL 65. Ну-ка. Внимание. Другое название Древней Греции. Закидывайте варианты погромче. Все, говорите, что знаем. Мифология Древняя Греция. Все, пусть он отвечает. Хорошо. Можно два варианта? Не, не, сначала пусть он первый, да. Ну да, не знаю. Донь, давай. Я не знаю. Извините. Кидайте варианты любые. Там не знаю. Анапа. По-моему, это... Вообще, у меня нет идей. Древняя Греция. Ну, ты скажи, потому что у нас два варианта будет. Безантийская империя, да. Ну, давай. Я тоже не знаю. По столице Константинополь. Что там может? Константинополь, это нынешний Стамбул. Только один в голову лез. Я знаю. Древняя Грена. А это что? Нет? Не бывает? Ну. Какая длинная минута. Да, кстати. Пиу-пиу. У нас два варианта ответа. У вас два варианта. Нет, только один. Итак. Эллада? Эллада? Это правильный ответ. Собрались. Я хочу, чтобы вы не расстраивались, потому что я, как человек, который придумывал эти рубрики, я знаю, что будет дальше. Я знаю, что будет дальше. Вопрос для Куба 53. Это вы, ребята? Давайте. До 1923 года, как назывался турецкий город Стамбул. Это был Византия. Константинополь? Да, Византия. Какой позор. Это не Византия. Это Константинополь. У нас было два варианта. Византия – это страна. Как много баллов у команды Куба 53? Не счесть. И всего лишь один балл у команды ФЛ 65. Ну, я курию сюда. Я выбрала. Я подсушу во втором раунде. Я все сделаю красиво. Не переживайте. Вопрос номер 9. Какой горный хребет проходит с севера на юг через запад России? С севера. Пока вы молчите, пускай прям на кружку все вот это будет ФЛ хаус. Давай. С севера на юг через запад России. С севера на юг через запад. Вот они дома, ребят. Строим потихонечку. Понимаете? Эльбрус? Нет. Эльбрус – это разве хребет? Монтажер. Хребет. Я надеюсь на тебя. Что мы сделаем, это такое прям активное шлое. Не, 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 я не знаю вообще. Монтаж – дело такое, как бы это. Севера на юг через запад России. Горы называйте, горы разные. Называйте все, что знаете. Урал. Урал. Кавказ. Урал что? Урал. Урал, правильно. Урал. Урал. Что вы шепчетесь? Я говорю, кидайте все. Не друг с другом разговаривайте. Кидайте варианты миллион мне. Хорошо. Понимаете? А то шепь, я же там не расслышу. Вы, может, правильно скажете. А я ничего не услышу. Легкий вопрос. Браво. Браво, конкретно. Молодец. И это будет десятый вопрос. Это будет заключительный вопрос в рубрике. Как называется рубрика? Школьный допрос. Школьный допрос. Кудовичный школьный допрос. Итак, вопрос для вас, Куба. В каком море ловят рыбу жители трех частей света? А! Ты знаешь? Они не знают. В каком море ловят? По глазинкам вижу, они ничего не знают. Просто присоединяем море в три части. Так, ну мы просто накидываем море, да? Нет, парень, целый Каспийский. Японское. Японское море, может быть. Ну-ну-ну, что еще? Саргасово, я не знаю. Саргасово море? Саргасово. Море Саргасово, да? Нет. Нет. Средиземное? Средиземное море? Есть такое море? Было. Это правильный ответ. Умница. Наша рубрика под названием «Школьный допрос» заканчивается. И подведем итоги. У команды FL65 2 балла. Ура! Двойки. 7 баллов у команды Куба 53. Молодцы. Спасибо, спасибо. Следующая рубрика называется «Эмодзи». «Ребусы». О-о-о, Настя, работаем. Что же это такое «Эмодзи» «Ребусы»? Это гораздо интереснее, чем отвечать на школьный допрос. Сейчас, я думаю, будет справедливо, если первые начнут команда Куба 53. Это подстава. Как это будет происходить? Это наш выбор. На экране высветится какое-то эмодзи. Это будет либо фильм, либо мультфильм. Все то же самое. У вас ровно минуты, чтобы не шептать здесь, а очень активно найти в голове правильный ответ. Как только вы его говорите, все, слава богу. Если вы его не говорите, так же ход хода переходит. Тоже минута, да? Тоже минута. Тоже минута. Но тут есть один небольшой нюанс. За правильный ответ вы получаете не один, а два балла. Вау! Это я придумал! Да. Да. Ну что ж. Команда Куба 53 начинает. Поехали! Поехали!